Просто в эти минуты марш протеста в поддержку задержанных на акциях, митингующих против пророссийского курса властей Грузии, анонсированный и должен начаться от Белийского госуниверситета. Тем временем, девятая ночь, действительно, протеста в Грузии просто была снова адской из-за противозаконных действий грузинских провластных силовиков. Как реагирует мир? Куда отправилась президент Грузии? И какова должна быть реакция на все это на самом деле? Сейчас будем говорить в прямом эфире Ютуба 24. Меня зовут Ирина Узлова. И с нами снова на этой неделе. Спасибо за время. Гея Хухашвили, политолог. Гея, здравствуйте. Искренне рады вас снова приветствовать. Добрый вечер. Просто одно то, что мы видим, и даже, к сожалению, из-за того, что Ютуб остро реагирует как и на кадры российско-украинской войны всегда, так и на то, что происходит на улицах Грузии, просто таки в самом сердце Тбилиси и в других городах, я зацитирую словами. На всех телеканалах Грузии, кроме провластных, мы видели кадры в эту ночь, как женщина в отчаянии кричит спецназу, что ее сын начинает за приступ эпилепсии. Но на это никто не реагирует. Парня берут и просто уволакивают силовыми методами. Женщина умоляет, стоит на коленях, но где же это будет останавливать инспирированных и санкционированных на такие действия грузинской путинской мечтой силовиков? Нет, нигде. Более полусотни задержанных. Минздрав сообщает, что в больнице доставлены люди, пострадавшие из протестных акций этой ночи, травмы грудной клетки, верхних конечностей, переломы, различные поверхностные травмы и отравления газом. Да неужели нет никакого предела у такого поведения силовиков? Они думают, что они останутся безнаказанными? Что ими кто позволяет так думать, Гия? И почему они продолжают это делать, видя, что не работает? Людей все больше. Ну, понятно, цель силовиков, не силовиков, а цель властелина, скажем так, единственного. Цель переломить, напугать общественность. Ну, в принципе, любой авторитарий, любой узурпатор действовал бы именно таким образом. И не только это. Цель в том, чтобы взять как можно больше заложников, а потом, значит, как-то поторговаться этими заложниками, грузинской общественностью, да. Так что все по классике. Это уже терроризм, государственный терроризм. Все понятно. И, в принципе, тактика террористическая тоже. Тоже, когда берешь заложники, а потом, значит, торгуешься, что их выпустишь с их родителями, с их, значит, ну, вообще с общественностью. Что, значит, ценой сохранения власти этих людей могут и выпустить, да. Вот что-то вот такое происходит. В принципе, с одной стороны это страшно, да, но с другой стороны это закономерно. Такая власть именно так и должна себя вести. Вы сказали, что правоохранительные органы – это не правоохранительные органы. Мы не знаем, это вообще полиция или нет, потому что нет никаких идентификационных, значит, отличий у этих людей. Они все в масках, в масках, и, в принципе, непонятно вообще, что за люди, откуда они, это полиция или просто там криминал какой-то, да. И так себя ведут. И здесь дело даже не в том, что они во время разгона, там, демонстрации применяют, применяют такую, знаю, брутальную силу. А самое страшное, что происходит после задержания. После задержания их ведут, значит, людей, в том числе несовершеннолетних, ведут какие-то закрытые машины и там часами избивают. Значит, ну, насмехаются над ними. Ну, в общем, ведут себя как звери просто, не как люди. Ну, это числе ОМОН российский. Понятно, что цель и там, и здесь была одна и та же. Есть, значит, такие, ну, пока что неподтвержденные, но, значит, такие, ну, скажем так, подозрения, что, в принципе, инструктаж проводится именно, именно, знаете, инструкторами, приехавшими из ФСБ. Вчера уже появились какие-то странные группы, которые оружием угрожали людям. Там были странные какие-то типы вообще похожие с чеченской стричкой, скажем так, да, с бородой. Вот это такое специфическое. Такую бороду в Грузии не носят. И вот такие дела. Власть вообще вышла за рамки человечности и законности. Вот вчера, к примеру, да, если раньше, ну, они говорили о каких-то формальных поводах, почему начинался разгон, да, что там, петарды там и так далее. Вчера вообще ничего не было, да, значит, митинг был абсолютно, абсолютно мирный. Никакой, значит, никакого формального повода не было. И они вот просто взяли и, значит, там их называют бегуны, так называемые. Они ворвались в народ и начали просто избивать. Потом взяли в осаду, как говорится. То есть там идет планирование прямо вот по, значит, таким военным, значит, каким-то алгоритмам, да. Прямо то планируют там откуда кто и так далее и тому подобное. Главным лозунгом этой власти на выборах было, что они так ведут себя, потому что хотят мира. А на самом деле они принесли мир, где уничтожают просто новое поколение, да. Ну, пытаются, конечно, они этого не смогут в итоге, но они пытаются, пытаются. И наши, сами, они сейчас, значит, вот так обходятся со сливками грузинской молодежи, скажем так, да. Самыми умными, самыми, значит, ну, большими патриотами и так далее и тому подобное, да. Вот то, что происходит сейчас в Грузии. Свободу гордому грузинскому народу, пишут наши адекватные зрители, говоря о том, что это российские фашисты, так, конечно, действуют, да. Спору нет, мы тоже такое видели и видим. Чеченская стрижка, точно русский, ну да, кто там засланный, поди разбери. Возможно, и этих могли прислать, что же. Но есть и другое, другое, конечно, мнение путинских ботов, которые пишут, что это все англосаксы, как и в Украине, хотят устроить хаос. Англосаксы, да, этим всем руководят, ГИА. Ну, понятно, да. Ну, это вот российская пропаганда есть, конечно же, власти удалось соразить вот этой ФСБшной пропагандой, можно сказать, часть населения. И, в принципе, это нарратив один к одному. Ну, вот, это те инструкции, те хорошо отработанные, кстати, еще со времен КГБ. Советский Союз же не мог конкурировать с западным миром, да, на, значит, по параметрам благополучия или по параметрам свободы. И они вот придумали такой нарратив, что там все плохо, что там империализм и так далее и тому подобное. А Советский Союз был за справедливость, за гуманность, за равноправие и так далее. Ну, и, в принципе, эта технология десятилетиями отрабатывалась, скажем так, промывание мозгов. И, да, вот эта теория заговора в Грузии как бы стала, значит, объектом государственной политики, государственной пропаганды. Такого даже в России нет. Да, да, там, значит, мощная пропаганда ведется, но вот эти теории заговора о масонах, там о какой-то, значит, партии войны и так далее и тому подобное. Там, ну, РЕН-ТВ, да, да, там это часть пропаганды, но не основная. А в Грузии это как бы стало, значит, в принципе, наш премьер-министр прямо на встрече с заместителем госсекретаря О'Брайеном, заместителем госсекретаря США О'Брайеном, он и после сделал заявление, что я ему назвал какие-то фамилии, оказывается. Он назвал О'Брайену фамилии там этой партии войны, но только 30% им раскрыли, говорит, 70% ему не раскрывали. После этого была пресс-конференция О'Брайена, он был просто шокирован. Он просто был шокирован, что я слышал от первого лица. Вот вы сами понимаете, да, какая была его реакция. Вот в таком дурдоме живем. Да, кстати, мы тоже были шокированы, когда два дня назад премьер-министр Грузии Ираклик Абахидзе, комментируя санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским против вот таких сумасшедших узурпаторов, отметил, что на самом деле это все вина сложного положения украинской власти. Так мало того, что у нас, у Украины, оказывается, есть план открыть не один, а два фронта, поэтому мы вот отозвали посла из Грузии, поэтому мы вводим санкции, да, и все это, конечно же, воодушевляется теми, кто пытается максимально усложнить новой администрации США на работу с Грузией с помощью искусственного ухудшения отношений между властями Украины и Грузии. Они сегодня об этом говорят, почему? Потому что, ну, вы знаете, наверное, в середине декабря будет министериал, значит, в Евросоюзе, и, в принципе, там будет обсуждаться тот же вопрос, значит, отмены визариберализации с Грузией. И, в принципе, сегодня вот они проводили пресс-конференции, еще часто, можно сказать, и говорить о том, что вот вся эта кутерьма для того, чтобы осложнить наши отношения, вот, значит, то есть, чтобы здесь накалить ситуацию максимально до инаугурации Трампа. Ну, мне вообще, ну, это такой дурдом просто. Ну, чего они ожидают от Трампа, я не могу понять. Чего? Чего, что Трамп сейчас, значит, переиграет на грузинскую мечту, ну, этого же не будет. Ну, все понимают, что, да, может быть, у Трампа большую цену имеют, значит, превалируют в его политике интересы Америки, ну, может быть, система ценностей, это, ну, более, ну, менее значимая часть, да, его политики. Но так, чтобы все это аннулиховать и просто, просто, значит, я думаю даже наоборот, что после вступления Трампа грузинской мечты возникнет ностальгия по Байдену, потому что Трамп поступит с ними более жестко, я думаю, да, если они надеются на него, это просто чистый идиотизм и больше ничего. Ну, они как-то время выигрывают сейчас, растягивают, создают еще какие-то иллюзии, значит, надежды, что все образуется, что все будет хорошо и так далее, и тому подобное. Ну, время, один тоже уже время оттягивает Путин, думая, что он играет ему на руку на войне против нас, против Украины, но мы понимаем, что такое не срабатывает на самом деле. А действительно, а что же может грузинская мечта предложить бизнесмену Трампу, который думает, пусть не о высоких, конечно, истинах, да, ничего же? Абсолютно ничего, абсолютно ничего не может предложить, да, ну, понятно, что, значит, во-первых, мы занимаем политикой США, ну, малозначительное место, мягко говоря, да, те люди, которые вообще на карте могут найти, значит, Грузию, этих людей не очень много, в Сенате, в Конгрессе и так далее, и тому подобное. И есть абсолютный двухпартийный консенсус, консенсус у этих людей, что Бензина и Иванишвили – это просто, просто монстр какой-то, да, политический, так что все понятно с этим, да, и Уилсон, кстати, человек, который, в принципе, будет формировать политику администрации Трампа в отношении Грузии, Грузии, он стал как раз инициатором вот этого Мегубари-акты, так называемый, да, акт, дружеский акт, так называемый, Мегубари – это на грузинском дружеский акт, они так и называют. И, значит, там прямо расписано, что у грузинской мечты дела плохи, если они не будут менять радикально политику, но ясно, что они политику менять не будут. У него просто, у них убедительные сейчас ресурсы уже изменить политику нет, потому что всю эту вот конструкцию он выстроил именно на этой политике. Как только он отойдет от нее, это все обрушится на него, это он понимает, так что он все мосты уже сжег, назад у него пути нет. Так что все понятно, ну, надо дожить до этого, да, нам надо бороться просто, а дальше будем смотреть. Доживем и прорвемся. Грузия, Украина с вами, пишут наши зрители, Гия, и больше двух тысяч человек уже работают вместе с нами, напомню, прямой эфир Ютуба 24-го. Друзья, подключайтесь к обсуждению, вы более чем активны, спасибо вам, задавайте свои вопросы. Также Ирина Узлова, я, Гия Хухашвили, грузинский политолог вместе с нами со всеми. Россия нищая, голодная, хочет воссоздать СРСР, которым бредит, пишут наши зрители. Ну да, это мы понимаем, конечно. А что же Россия может, кроме вот этих тетушек засланных, предложить сейчас Иванишвили, чтобы ему удалось как-то удержать протесты? Потому что, говорили мы на днях с Гелой Васадзе, политологом, он говорит, ну что, 40 танков сейчас как-то способны изменить ситуацию. Ведь Путину некогда, он ведет войну против нас, да и нечем, видим. Да, ну, во-первых, ну, скажем так, для Путина это, конечно, очень важный вопрос, грузинский вопрос. Почему? Потому что все-таки там тоже есть некая иллюзия, что после уступления, значит, в должность Трампа там начнутся какие-то переговоры там и так далее и тому подобное, да. И Путин сейчас, конечно же, пытается получить наилучшие позиции, переговорные позиции. Если до этого момента он сможет захватить, проконтролировать Грузию, конечно, это будет его хороший актив на этих переговорах, да. И он тоже торопится и торопит нашу власть, потому что наша власть так себя бы не вела, если бы не было вот такой массированной прямой поддержки со стороны России и гарантии каких-то, да. Ну, что они могут сделать? Ну, во-первых, они многое уже сделали, к сожалению, да. Это экспансия экономическая, там, культурная, информационная, миграционная, более ста тысяч российских граждан сейчас в Грузии. Там не все беженцы, да. Там половина путинцев, можно сказать. Они уже живут в Грузии. Бог знает, чем они занимаются. Кроме того, значит, многие миллиарды, значит, они занесли в Грузию, значит, и легальным путем, и нелегальным путем, и так далее, и тому подобное. Покупают всех там, и тогда определяют, значит, информационную политику от провластных структур. Политиков, скорее всего, покупают там. Эти, значит, пути, схемы разрабатывают, обходы санкций через Грузию, и так далее, и тому подобное. Так что и ФСБ, конечно, ФСБ инструкторы. ФСБ инструкторы как пропаганде, формирование пропагандистского, значит, пропагандистской матрицы, так и формирование, значит, вот этой жесткой политики в отношении всего общества. Они действуют. Что касается интервенции, я с вами согласен. В принципе, я тоже думаю, что на это у них просто духу не хватит на этот раз. Но власть нас, людей пугает и этим. Они Россию не называют, но говорят, что если мы там будем рыпаться, особенно против России, мало ли что может произойти. Они агрессором Россию не называют. Но людей все-таки пугают, что не надо злить там, значит, Большого. Они, значит, всех, то есть весь Запад с утра до вечера они демонизируют, значит, оскорбляют и так далее и тому подобное. Против России, Грузии от власти вообще ничего не услышишь. Да? Это табуированная тема. Людям говорят, что мы вот себя введем мудро, да? А мудрость заключается в чем? Да? В коллаборационизме больше ни в чем. Да, да. Ну, людей-то не обманешь. Называй, не называй. Все прекрасно, да. Ну, понимаете, в чем дело, да, людей не обманешь. Но вот они понимают, что людей особо не обманешь, но они работают на конформист. Ну, в Грузии, к сожалению, конформист довольно-таки, значит, распространенная вещь, скажем так, да. Так что на них работают конформисты и любят очень сильно обманывать себя, даже понимая, что, может быть, там какие-то враки. Ну, думают, что овощ пронесет, лучше оставаться на кухне. Ну, к сожалению, да, это есть. Ну, наступает критический момент, когда, значит, пробивается все-таки это и начинается уже стихия определенная. Ну, я думаю, что сейчас очень важно, чтобы заработали внешние факторы. Да, мы, конечно, благодарны, что Украина уже среагировала, среагировала принципиально, но то же самое нам сейчас нужно и с остальной Европой, Европы и, что самое главное, США. Точечные, персональные. Нам это очень нужно. Не потому, что кто-то этому будет рад, а потому, чтобы система сама, посредством которого действует бензинная Иванишвили, и которую он обманывает, чтобы они сидели спокойно, работали на него, и он все их проблемы решит, чтобы система поняла, что Иванишвили не то, что их проблемы, а собственные проблемы не может решить. Как только система это поймет, система начнет разваливаться, раскачиваться. И это нам очень сильно поможет. Сейчас главное, пока система сохраняет стабильность, очень тяжело с ней бороться. Так что эти внешние факторы для создания некого сильного тыла, для того, чтобы мы продолжали борьбу и победили, нам это очень нужно сейчас. Дорогие, мы с вами и во вторник говорили, что как раз вот такие санкции, которые будут бить по персональным кошелькам и будут большим ударом для представителей такого преступного режима грузинской мечты, тем, кто серыми кардиналами правит ей, Иванишвили в частности, как раз и возымеют эффект. И этот хаос и эрозия власти пойдет в большей степени. Ну, как раз президент Грузии, Слама Зоробишвили, полетела к президенту Франции. И смотреть, я так понимаю, не столько Нотр-Дам, конечно, хоть это является сейчас поводом, который собрал открытие реставрации, реставрированного Нотр-Дама представителей более 40 правительств и глав государств мира, но Зоробишвили отправилась на фоне продолжающихся протестов, разгона, уже и массовых арестов, можем говорить, митингующих. Конкретно планируются встречи с кем, мы не знаем точно, но, тем не менее, что вы ожидаете от этого визита, вот такое личное общение с Слама Зоробишвили может ли принести тот эффект ожидаемый, те санкционные убеждения, о которых мы с вами сейчас говорим? Нет, ну Слама Зоробишвили, надо сказать, что она делает больше всех, нужно сказать, ставит там направление, это понятно, но мы и то понимаем, что Слама Зоробишвили и донесет эти мысли, мы уверены на тех встречах, где она будет, но все-таки политика формируется на месте, мы это понимаем, у нас нет иллюзии, что Слама Зоробишвили какую-то решающую роль может сыграть. Я понимаю, что это непростой вопрос для Европы, для США, но с другой стороны, на том опыте ошибок, в том числе и в Украине, когда очень часто опаздывали, значит, с реакцией и так далее и тому подобное, и потом ситуация осложнялась максимально. На этом опыте, на своих же ошибках они должны были научиться, я очень надеюсь на это, и реакция будет быстрее и эффективнее. Чем больше времени пройдет до принятия решения, тем больше будет страдать грузинская общественность. В принципе, есть критическая точка, после чего могут начаться какие-то необратимые процессы. Так что Европа и Америка должны уже действовать время для этого. Еврокомиссия может приостановить безвизовый режим для определенной категории лиц в связи с событиями в Грузии. Об этом сказано в седьмом отчете Еврокомиссии о механизме приостановления безвизового режима. Заявили там, что Грузия продолжила соответствие всем стандартам либерализации визового режима и чтобы смогла избежать возможного приостановления безвиза, Тбилиси должен принять дальнейшие срочные меры по выполнению рекомендаций Европейской комиссии. Там их много и все как раз те, что грузинская мечта делала наоборот. А вот это приостановление безвизового режима что-то даст определенной категории лиц? Ну, я думаю, я думаю, это даст, да, определенной категории лиц. Кстати, семьи, которых в основном учатся в Европе или там любят туда на шопинг ездить и так далее и тому подобное. Это даст, конечно. Это даст и если и в принципе для народа это будет такой хороший сигнал. Но кроме этого не помешало бы, ну здесь уже в принципе Европу можно оставить в покое, но со стороны США, если будут экономические санкции, то есть финансовые санкции, это было бы наиболее эффективно, я думаю. Почему? Потому что мы знаем, что санкции США, они имеют трансграничный характер, то есть они работают уже везде, когда США, значит, вносит санкции. И в принципе это коснется всей мировой банковской системы. И это будет очень тяжело. И к тому же эта мера будет, значит, войдет в конфликт с внутренним законодательством. И очень интересно, как будут поступать здесь банки. То есть это внесет и внутренний раскол. И вот те компании, те, значит, банки, которые еще сохраняют лояльность власти и в принципе, которые подпитывают власть в большей степени, в большой степени, ну они тоже поймут, что нельзя с этим шутить. В принципе, в принципе, вот здесь тоже это ослабление будет очень серьезное. И что самое главное, систему обмануть, ну что таким странным путем все-таки мы идем в Европу, но уже не удастся. Почему? Потому что власть по сей день совсем нахальством говорит, что вот они идут в Европу. Таким образом они нас приведут в Европу. Они не отказываются от Европы. И в принципе, это промывание мозгов тоже закончится. К примеру, если Кубахидзе будет санкционирован, как он после этого может выступить и говорить, что он ведет страну в Европу. Это уже не может сказать. Так что надо отсекать, где и что возможно. В принципе, а дальше, дальше, ну конечно же мы не говорим, что за нас другие, то есть Запад должен решить вопросы. Мы сами будем решать вопросы. Нам нужна просто помощь. Помощь. Однозначно. Ну да, когда слова о как будто бы европейском векторе, о действии избиения с изоточивый газ и водометы в холод, как-то оно не бьется с реальностью и этими лживыми заявлениями о том, что мы на самом деле в Европу идем, но как-то странно. Литва. Министр иностранных дел Литвы Габриэль Юс Лансбергес в интервью СНН, что тоже хорошо, кстати, на таких площадках озвучивать для активизации внимания и обращения внимания к протестам, которые происходят в Грузии, предлагает Западу вести эмбарго на поставки оборудования для разгона митингов в Грузии. Вспоминает, что когда в Беларуси были разгоны в 2020 году, мы так понимаем, и жестко избивали протестующих, то действовала европейская эмбарго на экспорт оборудования, используемого для совершения злоупотреблений. Мы должны... Это поможет? Ну, понимаете, это как символ, да, как психологический фактор, да, но мы сами понимаем, что, в принципе, в таком оборудовании у них дефицит не возникнет, да, есть Россия, есть Китай, там есть наши соседи другие, которые могут, значит, их, это самое, обеспечить. Так что, да, как символ, как такой шаг, это приятно, но проблему это не решит, проблему не решит. Ну, надо принимать системные, системные меры, да, системные меры, которые, вот где власти на самом деле будет больно. Больно будет ударив им по карману. По карману. Почему? Потому что наша власть, она же не идеологизирована, да, у них нет никаких таких ценностных каких-то ориентиров. Это временщики, чистые, да, это чисто коррупционная система, которым больно, когда ударяешь по их благополучию, да, потому что никакой другой ценности, ценности для них нет. Для достижения благополучия они считают, что это лучший-лучший способ, это находиться у власти. И, в принципе, когда вот это уже отнимаешь у них, да, здесь уже возникают, конечно, у них стрессовые ситуации. Да, эти удары по кошельку всегда ощутимы тем, кто идет ради этого кошелька ко власти, а не к евроатлантическому курсу. Пока мы с вами разговариваем, мы уже видим, что шествие от Белисского государственного университета до парламента Грузии с требованием освободить задержанных участников акций продлевается. Сейчас мы вот видим эти кадры, что людей более чем немало, и это происходит уже и в день собирались, так же днем собирались, так же люди, не только по вечерам. Смотрите, сколько людей идет, насколько это показательно, что не удается запугать. И говоря о внутреннем факторе поддержки митингующих, как много оппозиции сейчас, на самом деле, политической, которая помогает? Вот здесь проблема в чем? Проблема, ну, логика таких событий в чем, да, что на линии фронта, то есть в первых рядах всегда должны находиться политики. Это нормально, да, почему? Потому что именно политики должны все это планировать и заниматься менеджментом этого процесса. Но вот, к сожалению, к сожалению, наша оппозиция, получается у нас ситуация, когда не удается синхронизировать уличный протест с политиками. С политиками. Политиков их просто не пускают, туда просто не пускают люди, да, потому что люди обозлились на власть, это понятно, но они обозлились и на оппозицию, которая не смогла защитить их выбор, скажем так, да, и сегодня им не удается как-то, в общем, действовать более или менее эффективно. Так что эта проблема в Грузии существует, что, значит, у нас политики отдельно, а вот эта стихия протеста, она отдельно как бы. Ну, я очень надеюсь, что где-то в какой-то момент можно будет это все соединить, и чтобы, значит, у протеста возник политический, значит, политический зонтик появился. Без этого сложно, конечно. Но постепенно, постепенно идет некое сближение, и я очень надеюсь, что это произойдет как можно быстрее. Что мы должны понимать сейчас о масштабировании акций в других городах, кроме Тбилиси, где они происходят, продолжают ли там их? По системе, да, во всех городах практически ежедневно. То есть эти акции, они перманентные, да, они бьют, избивают, значит, около 500 человек сейчас арестовано, но чем больше арестуют, тем больше людей выходят на улицу, да, вот это такой парадокс грузинский, да. Так что, ну, Грузия – маленькая страна, понимаете, в чем дело. Грузия, вот Иван Юшили этого не может понять. Он же, его мировоззрение же сформировалось в России, да, где там большая страна, и, значит, кого-то из Якутии можно привезти, и который будет избивать москвича. Грузии же не так, все друг друга знают. Все родственники или там соседи, или то, или это, да, и семьи крепкие, когда избивают там ребенка кого-то, да, люди даже, которые, может быть, эти протесты не очень-то нравятся, эти люди, эти люди тоже потом выходят на улицу, может быть, не из-за идеи, но из-за того, чтобы защитить своего сына, там, своего родственника или кого-то, да. Так что, ну, Бензина это не понимает. Бензина всю жизнь прожил так, что когда бьют, надо бежать. И, в принципе, это вся его философия, да. И он не понимает, когда бьют, но никто не бежит. Он этого не может понять. Да, однозначно. Красть и бежать. Но бежать-то куда? Как мы поняли, Путин не особо поможет все-таки. Нет, ну, если, если Бензина здесь, значит, оступится, а зачем он после этого Путину нужен? Так что Бензина сейчас не в простом положении, он боится всех. И больше всех он боится Путина именно. Путин, несмотря на то, что он, значит, как бы работает на него, больше всех боится его. Потому что, если он оступится, Путин после этого, значит, что с ним сделает, это отдельный вопрос, да. Он же, да. Ну, у нас его судьба горько обещает. Понимаете, в чем дело? Янукович еще как-то, значит, умудрился, умудрился, да, получить там какой-то пластар в России. А Бензина вообще никому не нужен. Его просто как стервятники, значит, как лепку, значит, это самое, обстругают и все, выбросят, и все. Но вместо Бензины Путина же нету тоже никого? То есть потеря контроля, потеря Ванишвили? Понимаете, в чем дело? Ну, а что, если он здесь проигрывает, Бензина здесь проигрывает, в России он же, Путин же будет играть долгую, да, долгую. К сожалению, у него есть и другие варианты, кроме Бензины. Найдет. А много ли таких вариантов? Кто они? Ну, здесь целые партии были созданы, да, Лига Патриотов, там, Альт-Инфо и так далее и тому подобное, которые сейчас просто временно прикрыли, потому что, потому что ставку сделали на Бензину. Не будет Бензины, кого-то актуализируют. Это борьба, борьба же, ну, дай бог, что не вечная, но Россия будет бороться. Она борется, то есть в Украине, да, понятно, там вообще война, но Россия работает на полях многих, в том числе и европейских стран, мы это знаем хорошо, да, значит, на примерах той же Венгрии и так далее и тому подобное. Есть у него там свои ребята, да, Фицо, там, этот, как его, Орбан и так далее. Да, 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 это такие, конечно, еще и потом тоже выходят и говорят о каком-то мире. Орбан даже ездил с какой-то миссией, да, ну, понятно, что это... Кстати, наша власть сначала, сначала действовала, то есть риторика нашей власти как бы велась шпаргалками, шпаргалками, теми шпаргалками, которые поступали от Орбана, да, то есть они один к одному повторяли. Ну, потом ушли еще дальше. Ну, вот эта теория заговора, это уже ноу-хау, как бы, да. В принципе, Орбан для них как-то модель, не... Некоторые модели, которому они следовали очень долго. Ге, ну, если Путин будет оживлять вот эти политические консервы, да, которые выжидают вдруг прийти на замену Иванишвили, они же среди общества вот такого проактивно, проевропейски настроенного не найдут никакой поддержки. Как он будет их внедрять? Тоже вот такой какой-то силой и репрессиями? Ой, ну, понимаете, в чем дело. Я думаю, я думаю, что сейчас вот эти вопросы обсуждать сейчас очень, очень рано, потому что, потому что сейчас нам надо переломить, да, сейчас, сейчас говорить о чем-то, что будет дальше, трудно. Ну, если сейчас Бензина это все переломит, если без проблем пройдет инаугурация президента и так далее и тому подобное, через считанные дни остаются. Так что мы сейчас думаем о том, чтобы максимально ослабить власти, максимально действовать. Мы с вами в этой борьбе морально и, как видим, как можем тоже и санкционно и шагами, верим, что удастся за эти считанные дни переломить и не сдаться, но видим, что никто сдаваться совершенно не собирается. Гея, будем наблюдать, будем с вами обсуждать, с вашего позволения. Хорошо, обязательно. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу, благодарю вас за вашу позицию, выдержку, до новых встреч, берегите себя. Всего доброго. До свидания.